МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ноябрь 1941 года. Шестой месяц войны. Красная армия отступает по всем фронтам. Уже месяц истекает кровью окружённый Ленинград. Под Москвой немецкие наблюдатели в бинокле разглядывают башни Кремля. Фронт, по сути, держат только немногочисленные курсанты военных училищ и дивизии народного ополчения. Последняя надежда советской столицы – белобилетники, пожилые преподаватели вузов и мальчишки-студенты, вооружённые тем, что нашлось на складах ещё со времён Гражданской войны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юго-Западный фронт, державшийся дольше других, оставил Курск, Харьков и Изюм. До границы тысячи километров. До Киева, где в котёл попали почти полмиллиона советских солдат – 500. От Балтийского моря до Чёрного, скрываясь по ночам, отбиваясь от врага, пробираются из окружения тысячи красноармейцев. Они могли сдаться в плен, им не раз предлагали, могли остаться в какой-нибудь деревне, их бы с радостью укрыли, но они идут, чтобы прорваться к своим и снова сражаться. Вот уже третий месяц пробивается на восток и техник-контендант первого ранга Пётр Притко. В окружение он попал ещё под Киевом, где была практически уничтожена 5-я армия РККА. Большинство выживших попали в плен. Начальнику армейского склада горюче-смазочных материалов удалось не только избежать плена, но и собрать небольшую группу красноармейцев, готовых продолжать сопротивление. 1941 год. Он не боевой офицер, не командир, он интендант всего лишь, начальник службы ГСМ полка, то есть далёк совершенно. И вот когда часть его попала под Киев в окружение, вот в силу своих качеств лидерских, вот именно лидер, то есть смелый, может взять на себя ответственность, рисковый, понимаете, ну с умом рисковый, вот он объединил вокруг себя младших командиров, и, я имею в виду там сержантов, и офицеров в том числе, которые старше были его по воинскому званию, политработники были и командиры, но в силу того, что когда ты окажешься в таких экстремальных условиях, то есть нет ли ни фронта, то есть голод, вокруг себя немцы, в эти условия вот надо уметь организовать людей и вывезти. В ночь на 27 ноября отряд предков перешёл линию фронта. Пропали они в расположение 6-й армии, только что отошедшей за Северский Донец. Народ здесь был боевой, хорошо знавший, почём фунт лиха. Армия воевала с первых дней войны, была разбита по думанию и вновь сформирована в августе 41-го. Так что окруженцев встречали как родных. А дальше? Дальше по схеме, к тому времени ставшей уже привычной. Братские объятия в окопах сменяются испепеляющим взглядом особиста. Оперу полномочного особого отдела НКВД. Так в начале войны называлась военная контрразведка. Совершенно секретно. Начальнику особого отдела НКВД СССР, 6-й армии Юго-Западного фронта, капитану госбезопасности товарищу Рязанцеву. Докладная записка. Об итогах фильтрации среди бывших военнослужащих Красной Армии, находившихся в окружении войск противника. Всего профильтровано 47 человек. В результате агентурно-оперативной работы изъяты один человек по подозрению в принадлежности к немецко-фашистским разведорганам и два человека, допускавшие пораженческие высказывания. Сколько вышло из окружений в 41-м, точно посчитать не могут до сих пор. До организации фильтрационных лагерей НКВД в конце декабря 1941 года грамотная статистика просто не велась. Проверкой окруженцев занимались в основном особые отделы НКВД тех частей, куда те выходили. Это около сотни оперативников на армию. В основном с двух-трехмесячным опытом контрразведывательной работы. Зачастую расследование еще надо было заслужить. Проводили беседы с ними на предмет того, чтобы выявить агентуру, которую внедряли немцы, немцы в состав вот таких групп окруженцев. Конечно, это было болезненно. То есть, вот представляете, вы с боями прошли, и тебе не доверяют, не доверяют. Но это суровая жизнь, понимаете? Как он вышел с оружием, вышел без оружия, с партбилетом и личными документами, без партбилета или комсомольского билета и с личными документами. Здесь вот эти моменты, они имели определенное значение. Потом свидетельские показания, кто как себя вел, находясь на немецкой стороне. Всю эту информацию органы контрразведки собирали, и уже исходя из этого принималось решение возвращать его в армию или отправлять для дальнейшей проверки в какой-то фильтрационный лагерь. Дальнейшего оперативного внимания заслуживает бывший техник-интендант первого ранга, бывший начальник головного склада горючего 5-й армии Юго-Западного фронта, предко Петр Иванович, 1913 года рождения, украинец, бывший кандидат в члены ВКПБ в Красной армии с 1937 года. Проходит по ориентировке от 25 ноября 1941 года разыскиваемых агентов немецко-фашистских разведорганов и их пособников. Петр еще не знает, что чудом избежал смерти. Его приметы удивительно совпали с ориентировкой, данной расколовшимся на днях немецким агентам. В то время расстреливали и за меньшие. Но что-то в личном деле предко зацепило начальника особого отдела 6-й армии. То ли Павел Рязанцев действительно поверил показаниям бойцов, которых предко вывел из окружения, то ли решил сыграть в Абанк. Но этим вечером он предложил Петру Ивановичу предко стать за фронтовым агентом советской контрразведки под оперативным псевдонимом Гальченко. Люди должны дать еще знать, я хочу сказать, определенной доли авантюризма. Если тебя разоблачали, это вопрос сразу стоял, что тебя оставили к стенке. Потому что трибуналы, особенно в 1941-1942 году, со шпионом не церемонились. Их публично перестроем расстреливали, чтобы люди знали, что за предательство вот такая будет расплата. План «Барбаросса» предусматривал проведение тотальной разведывательно-диверсионной работы в тылу Красной Армии. Для этого уже весной 1941 года все армейские группировки вермахта получили по три Абвер-команды – разведывательную, диверсионную и контрразведывательную. Каждая армия подчиненная этим командам Абвер-группы. Всего на Восточном фронте действовали 25 Абвер-команд и более 60 Абвер-групп. Для общего руководства восточными подразделениями германской разведки был создан специальный штаб Валли. Впоследствии, когда уже началась Великая Отечественная война, от штаба Валли отпочковался зондерштаб Р, или же зондерштаб Россия. То есть уже непосредственно работавший в Советском Союзе и на оккупированных областях. Для подготовки агентуры при каждой из этих групп была создана спецшкола. Кандидатов подбирали из числа пленных красноармейцев или местных жителей, проявивших нелояльность к советской власти, а порой и просто запуганных вербовщиками. Серьезные обучения проходили только самые перспективные. Остальных отправляли за линию фронта сразу после краткого инструктажа. Зачастую одно и то же задание получали несколько человек. Глядишь, кто и выполнит. Одним словом, расходный материал. Стратегия Блицкрига стала давать трещину. Уже стало понятным, что война приобретает затяжной характер, поскольку под Москвой уже мы нанесли контрудар, что наскоком взять Москву и закончить войну не удалось. Поэтому немецкая разведка изменила свою тактику. То есть тот контингент военнопленных, который оказался у нее в миллионном количестве, стали активно использовать для заброски в ближайший тыл, для решения каких-то задач разведывания или диверсионного характера. Счет этой агентуры уже стал идти на тысячи. Естественно, уровень подготовки этой агентуры был разный, от нескольких дней до нескольких месяцев. Ну и, соответственно, и задачи такие ставились, исходя из той подготовки, которая была у того или иного агента. Совершенно секретно, лично, начальнику особого отдела НКВД СССР Юго-Западного фронта, комиссару госбезопасности третьего ранга, товарищу Селивановскому, в ходе реализации операции «Изюйт» 15 января осуществлена переброска через линию фронта агента Гальченко. Поставлена задача по агентурному проникновению в немецко-фашистский разведорган Абвергруппу 102, начальник особого отдела НКВД СССР 6-й армии Юго-Западного фронта, капитан госбезопасности Рязанцев. Абвергруппа 102 в 1941 году базировалась в городке Словенск и выходила в эфир с позывным «Пантера». Будущих агентов вербовали в лагерях военнопленных. Занимались этим в основном спецы из русских коллаборационистов. До появления предков Гальченко руководство Абвергруппы было на хорошем счету. Вот чем человек мотивировался, когда он, вырвавшись из этого ада, ему говорят, пойди туда, еще подставься немцам на вербовку и вот узнай, каких мерзавцев они к нам забрасывают, этих агентов. Вот я думаю, чем человек руководствовался. Вот с позиции моего времени, знаете, ну нашего времени, наверное, трудно найти ответ, потому что мы живем в другом времени. И наши взгляды, они отличаются от взгляда вот тех людей, которые в то время были. Линию фронта Петр перешел вполне удачно. Сдался немецкому дозору и был отправлен в лагерь для военнопленных под Славянском. Легенда у него была очень простая. Якобы особисты взяли окруженца на карандаш и вот-вот должны были арестовать, припомнив служебное злоупотребление на складе. Так что у интенданта оставался только один способ спасти жизнь – сдаться противнику. Это было похоже на правду. Перебежчиков хватало. И еще один вряд ли мог вызвать подозрения. И вот здесь для него был ключевой момент – заинтересовать немецкую разведку, подставиться под вербовку и при этом не вызвать подозрения, что он специально засланный агент советской контрразведки. Вот это был ключевой момент в его биографии, потому что можно было так и остаться в этом лагере и кануть в лету, как и тысячи тех оборманных, несчастных, голодных военнопленных, которые там находились. Теперь задачей Петра было не пропасть. Надо было привлечь внимание вербовщиков, прежде чем его убьют. Холод, голод и непосильный труд. В 1942-м у вербовщиков Абвера огромный выбор. За первые полгода войны в немецком плену оказалось более трех миллионов советских солдат. Но Предко сумел обратить на себя внимание главного специалиста Абвергруппы 102 Петра Самутина. Человека еще из Петлюровских контрразведчиков. В первую очередь ориентировались на офицеров. Почему? Потому что это уровень образования. Раз это уровень контактов сразу высокий. Сразу уровень высокий. То есть он с начальником штаба полка, батальона общается. И обратил внимание на Предко. Тоже высшее образование незаконченное. Интендант, старший лейтенант и так далее. Мотив тоже был, он какой указал, что он я с Украины, не хочу, говорится, воевать за москалей. И так далее. Ну, раз за москалей не хочет воевать, значит, уже мотив какой-то есть. Немцы поступали достаточно просто. Ну, раз ты хочешь, говорится, нашему новому порядку служить, если ты хочешь хату на Украине иметь, корову, допустим, ну и бабу здоровую, говорится, чтобы тебе детей нарожало. Значит, вот, видишь линия фронта. А теперь шуруй туда, вот задание собери по 6-й армии. Расчеты советских контрразведчиков полностью оправдались. На просмотр кандидата пришел лично начальник Абвергруппы подполковник Гофгойер. Тем не менее, новоиспеченный агент Петренко, такое имя он получил в немецкой спецслужбе, по карьерной лестнице двинулся совершенно обычным маршрутом. Даже самый перспективный кандидат должен был доказать, что средства, которые будут потрачены на его обучение, не пропадут даром. Уже через 3 дня Петра забросили в расположение Красной Армии. Еще через 10 дней он вернулся, буквально набитой информацией о передвижениях советских войск. Исключительно правдивой, надо сказать, информацией, но чуть-чуть устаревшей и немного подправленной в штабе Юго-Западного фронта. Немецкое начальство этим рейдом осталось очень довольна. Агент Петренко показал себя весьма перспективным приобретением. Он даже получил в качестве награды пачку оккупационных марок на небольшой загул. Из-за одной еще проверить, потому что потом его затащили на квартиру, там опять эта пьянка глухая была, опять его спрашивали и провоцировали на то, чтобы он, кажется, какие-то допустил высказывания, которые могли расшифровать. Ну, то есть хулили немцев и так далее и тому подобное. То есть он эту проверку прошел, и после этого его назначили вот как раз заместителем руководителя подразделения, которая занималась подготовкой вот этих документов. Впрочем, долго расслабляться Петру не дали. Уже на следующий день он узнал, как на самом деле готовят агентов Абвера. Из Петренко лепили не просто шпион. Его готовили как руководителя группы и будущего резидента. Подполковник Гоп Гойер делал крупную ставку. Но пока инструкторы разведшколы обрабатывали плитко, он вербовал членов своей будущей группы. Как показало время, за эти три месяца он преуспел куда больше, чем его немецкий начальник. Сразу после перехода линии фронта в мае 1942 года группа Петренко в полном составе отправилась в особый отдел. 12 мая 1942 года Юго-Западный фронт перешел в наступление. Результатом его должно было стать освобождение Харькова. И в конечном итоге разгром группы армии Юг под командованием генерал-фельдмаршала Теодора фон Бока. Ставка требовала решительных действий. Маршал Тимошенко спешил повторить успех своего главного конкурента Жукова под Москвой. Но безграмотно подготовленный удар из стратегического триумфа быстро превратился в одну из самых больших катастроф Великой Отечественной войны. Именно под Харьковом началось страшное лето 1942 года. Советские войска увязли в немецкой обороне и к концу мая оказались в котле. Первая танковая армия генерала фон Клейста неожиданно ударила с юга и отрезала на Барленковском выступе почти половину войск Юго-Западного фронта. Среди них была и 6-я армия, в особом отделе которой Петр Притко готовился к радиоигре. В один момент рухнуло все, к чему он шел в течение полугода. Все, кого он знал в контрразведке, были убиты. Материалы по операции «Изюйт» то ли сгорели, то ли попали к противнику. Люди, которых он привел из-за линии фронта, тоже непонятно куда делись. Его кураторы из особого отдела Юго-Западного фронта фактически все погибли. У него не было уверенности, что погибли и документы, связанные с его заброской в немецкий тыл. Что погибло его личное дело агента. Он об этом не знал. Он мог только надеяться на это. И перед ним стояла дилемма. Либо опять возвращаться, пытаться возвращаться с группой окруженцев в советский тыл, либо все-таки вернуться в немецкий разведорган под видом выполнившего задания. Он сделал для себя вывод, что надо возвращаться к немцам и продолжать выполнять задачу. Когда разведка слепая, тогда вот такое получается, что случилось. Когда в течение трех дней группировка численностью порядка 400 тысяч от Юго-Западного фронта, она перестала существовать. И он понял, что насколько эффективны агенты, которые, в принципе, грамотно получают информацию и вовремя ее докладывают. Вот и вернулся в ВАБЕР. Его там, собственно, не ждали, не ждали. То, что думали, или он уничтожен и так далее. Поэтому, как он сам сказал, там были несказанно рады. Снова один, снова в окружении. Ни связи, ни легенды. Решение вернуться в ВАБЕР-группу почти самоубийство. И, тем не менее, предко идет на этот шаг. В мае 42-го начинается отчаянная дуэль героя-одиночки с гигантской машиной германской разведки. Лето 42-го для Красной Армии оказалось едва ли не более тяжелым, чем лето 41-го. Харьковская катастрофа отозвалась на Волге и на Северном Кавказе. Разбитые немецким контрударом Южной и Юго-Западной фронты так и не смогли остановиться. Отступление становилось катастрофическим. 28-го июля Сталин издает знаменитый приказ «Ни шагу назад». За отступление без распоряжения сверху солдатам и офицерам теперь грозит расстрел. Но линия фронта неумолимо продолжала двигаться на восток. Вслед за ней по выжженным казачьим степям движется и Абвер-группа 102. Третий месяц Петр работает в самом сердце Абвер-группы. После второго возвращения из-за линии фронта агент в фаворе. Петренко повышают до старшего инструктора и определяют на самый ответственный участок. Готовить документы для агентуры. Ну что такое документы и прикрытие? Это когда попадали к немцам в бланки документов на советских военнослужащих. Туда вносились фиктивные данные. Допустим, ваша фамилия Петро, вам сейчас присваивают фамилию домом Сидоров. И уже остальные данные. Место рождения меняет и так далее. С учетом того, что имелись печати штампа, все это заверялось. И вот эти документы и прикрытия забрасывались наши агенты Абвера и Цепелина. Все, кого забрасывают в тыл Красной Армии 102-я Абвер-группа, проходят через его руки. Но поделиться удачей не с кем. Связи со своими так и нет. От отчаяния Петр идет на авантюру. В документах, которые он заполняет, появляются мелкие несоответствия. Маленькие неточности, которые были заметны только специалистам при проверке документов. То есть где-то точку не поставил, где-то там буковку не дописал, где-то расстояние между буковками сделал не то. То есть вот эти косвенные признаки, они позволяли выявлять или брать под подозрение этих людей, которые предъявляли потом эти документы на советской стороне. Но для разведчика такая работа – прогулка по лезвию. Найти источник проблем совсем несложно. После серии провалов пришли и за Петром. На стол шефу Абвер-группы легли вещественные доказательства подрывной деятельности старшего инструктора Петренко. Но ему удается найти правдоподобное объяснение. За несколько часов допроса он сумеет убедить начальство, что испорченные документы – всего лишь ошибка. Результат крайней спешки и плохо оформленных образцов. Петренко не накажут и даже вернут на работу. Но тяжелое дыхание за спиной он теперь будет чувствовать постоянно. К октябрю 42-го у Петра уже огромное количество материалов по немецкой разведшколе. Но на связь с ним никто так и не вышел. Опыт и интуиция подсказывали. Он под подозрением. И второй раз так не повезет. Петренко решается перейти линию фронта. Спорить с полевой жандармерией даже сотруднику Абвера было бесполезно. При фронтовой полосе у нее были неограниченные полномочия. Никаких официальных причин находиться здесь у Петра не было. Впрочем, к такого рода неожиданностей он был готов. Не слишком надеясь на удачный переход, Петро отправился к линии фронта по пятам Романа Лысого. Это был главный спец Абвергруппа по заброске за линию фронта. Ему предстояло развести жалование агентам. Однако буквально перед его отъездом Петр аккуратно изъял заготовленную сумму. И теперь он представил дело так, будто просто приехал выручить старшего товарища. Повез ему забытый пакет. Сам того не подозревая, Роман Лысый сыграл свою роль как нельзя лучше. Но как куратор агентуры он был опасен. И скоро Петр найдет способ его устранить. Среди документов Лысого найдут листовки с призывом к борьбе против Германии. О его радикальных националистических взглядах начальство знало и прежде, но до времени смотрело сквозь пальцы. Борцов с москалями разведка использовала на полную катушку. Но только до тех пор, пока они не начинали бороться и с немцами. У каждого инструктора были свои папки. Где план занятий были, какие занятия должны проводиться и так далее. Роман там держал иногда эти листовки националистические, которые распространялись. Ну и Петр Иванович взял, написал, изменяя свой почерк, листовку, которую, в принципе, против антигерманского настроения, антигерманского настроения, с резкими выпадами высказываний в адрес действующих руководителей Аберруппы-102. И вошел в эту папочку. После занятий эти папки сдавали в секретную часть. И после того, как сдавались, руководители, исчезла немцев, просматривали эти папки. Ну, это есть принцип любой спецслужбы, доверяй, но проверяй. В следующий раз приехали уже за немецким фельдфебелем Апельтом. Казначей Аберруппы-102, Педант и Служака, имел только одну слабость. Он брал работу на дом, что было строжайше запрещено инструкциями. Ведь по платежным ведомостям проходил весь персонал группы. И об этом хорошо знал предко. Так что он совершенно не удивился, застав однажды нового начальника Аберруппы в крайне экспрессивном состоянии. Гаутман Рудель готов был лично убить казначея. Бесследно пропали платежные ведомости всего подразделения. Это означало только одно. Весь курс почти готовых к выпуску агентов придется отправить обратно в лагерь. Просто бесполезно их забрасывать, если к русским попала хоть одна бумажка. Но ни одна из бумажек к русским так еще и не попала. Полгода работы агента Гальченко лежали бесполезным грузом. Выбраться самому не удалось, а связи нет. В конце концов, предко решается на отчаянный шаг. Он давно приметил Веру Пивоварчук. Молодая и симпатичная девушка работала неподалеку от штаба Абвергруппы в Ростове-на-Дону. Но познакомиться с ней никак не получалось. От немецкого прихвостня Вера буквально шарахалась. Даже через много лет Вера так и не сможет толком объяснить, что заставил ее взять пакет из рук человека, которого она до сих пор считала предателем. Петр объяснял, что он русский разведчик, что документы надо передать первому же особисту, когда наши возьмут город. Мало было достать, накопить, спрятать. Но главное было, как ее передать. И опять ему приходилось доверяться каким-то случайным людям, которых он до этого какое-то время изучал и принимал для себя решение, можно перед ними открыться или нельзя. И вот судьба распорядилась так, что ту ставку, которую он сделал на конкретных людей, она оказалась верной. Вера Пивоварчук задание выполнит. Через полгода, когда советские войска отобьют у немцев Ростов-на-Дону, она отнесет пакет куда следует. В следующий раз Вера и Петр встретятся только после войны. Совершенно секретно. Начальнику управления особых отделов НКВД СССР товарищу Абакумову. 14 февраля сего года на связь вышел зафронтовой агент Гальченко, внедренный в немецко-фашистский разведорган Абвергруппа 102 в ходе реализации операции «Зюйт». Послания от предков будут ждать советских контрразведчиков в Краснодаре, Крыму и Полтаве. Но наладить с ним прямую связь так и не получится. Предновогодний Краснодар был взбудоражен. В оккупированном городе подпольщики раскрыли немецкое шпионское гнездо. Самые смелые даже ходили посмотреть на надпись, оставленную кем-то на стене дома. Все правда. Здесь живут шпионы во главе с Гессом и прочими бандитами. Вам не уйти от кары. Еще вчера капитан Абвера Карл Гесс считал себя везончиком. Посредственный разведчик, любитель выпить, без карьерных перспектив, внезапно возглавил Абвергруппу, когда Рудель слетел из-за пропавших платежных ведомостей. Но теперь карьерный взлет коту под хвост. Группу надо срочно перевозить, а контингент снова списывать в лагеря. Второй набор за неполные два месяца. Скромный старший инструктор снова был ни при чем. Даже если предкой и заподозрили, предъявить ему было нечего. Новый 1943 год принес немцам массу разочарования. Уже в январе советские войска прорывают блокаду Ленинграда. Южнее, под Ржевом, после года ожесточенных боев, вермахт также вынужден отступать. В Сталинграде Красная Армия добивает зажатую в котле группировку фельдмаршала Паулюса. Наступление германских войск на Северном Кавказе захлебывается. Для Абвера наступают тяжелые времена. Вербовать новую агентуру в лагерях для военнопленных все тяжелее. Да и те, кто соглашается сотрудничать, особой надежностью не отличаются. Зачастую сразу после выброски они сдаются в ближайший отдел НКВД. Петр знал, что к диверсиям в Туапсинском морском порту готовят группу некоего загоройка. Она должна подорвать нефтяные терминалы. В начале 43-го Туапсинский порт – это основная база Черноморского флота. Севастополь и Новороссийск еще заняты немцами. Так что удар по терминалам вполне мог изменить соотношение сил на юге. Оперативно сообщить своим о диверсии у предков возможности не было. Он до сих пор не имел понятия, доходит ли его послание до адресатов. За заброску отвечал Валерий Шевченко, агентурная кличка Гартман. Бывший красноармеец-перебежчик, а теперь начальник канцелярии Абвергруппы. Жестокий и подозрительный. Наверное, единственный, кто до сих пор подозревал, что допущенные инструктором Петренко неточности в документах, были не случайны. Агент Гартман имел одну слабость – алкоголь. Начальство про его регулярные попойки, естественно, знало, но до поры до времени не трогало. Работал Шевченко не за страх, а за совесть. После того, что он успел за два года сделать для Великого Рейха, его ожидал бы только расстрел, попадясь он в плен. Петру оставалось застать его пьяным. Долго ждать не пришлось. Петр Иванович что, берет, достает из папки все документы прикрытия на этих агентов и делает, что самый простой ход – идет в туалет на улицу. И от общежития до туалета разбрасывают эти листочки. И возвращается опять, ложится, спит. Утром часовой ходит по двору, видите, листочки, находит и приносит к лицу командиру Абвера группы статуалом. Смотрите, вот данные на наших агентах. Группа Загоруйка будет расформирована. Подготовить новых диверсантов для заброски под Туапсы никто уже не успеет. Очень скоро фронт покатится на запад, и главной заботой Абвера станет эвакуация шпионского хозяйства. Шевченко сдадут в СД и через неделю расстреляют. Лето 43-го выдалось жарким. Лето самых больших потерь с обеих сторон. После разгрома германских войск на Курской дуге фронт неумолимо катится на запад. Великий Рейх надорвался, это начинают понимать и сами немцы. В ноябре в Тегеране союзники впервые назовут конкретные сроки открытия Второго фронта. К осени 43-го советские войска отодвигают линию фронта на расстояние от 500 до 1500 километров. Начиналась Великая битва за Днепр. В сентябре 43-го Петр снова решает уйти за линию фронта. Обвергруппу вывозили на Западную Украину, где вряд ли получилось бы найти надежный почтовый ящик. Да и в самом подразделении ситуация резко обострилась. Только что перед строем были расстреляны помощники советского контрразведчика Василий Матвиенко и Иван Коваль. По заданию предку они готовились к поджогу шпионского гнезда. Их взяли практически с поличным. Долго пытали, но имя руководителя так и не узнали. Василий Матвиенко начал потихонечку в канистрах накапливать бензин, чтобы облить это дело, чтобы незаметно было и прятал. А вот второй из этой группы, который должен был принять участие, мне кажется, в поджоге этого здания, он проговорил со своему земляку, что мы Вася и еще один там мужик хотим фрицев извести. А тот оказался агентом внутренним. Арестовывают немедленно Василия Матвиенко, арестовывают этого человека, зверски пытают. Но они не выдали вот Петра. Предку еще раз прошел по самому краю. Работать без связи дальше было нельзя. На всякий случай перед уходом подготовил возможность возвращения. Выпросив у начальства отпуск, чтобы навестить родню на Полтавщине, он отправился на восток. 25 сентября 1943 года Петр вышел в расположение советских войск. В поле подсолнечников спрятался и двое суток просидел там. И подошли наши войска, и он вышел и сообщил о том, что он является зафронтовым агентом военной контрразведки. Причем он здесь имел дело с органами контрразведки совершенно другого фронта. То есть это был не тот фронт, с которым он когда-то завязывал свои агентурные отношения. Совершенно секретно верховному главнокомандующему товарищу Сталину Главное управление контрразведки СМЕРШ докладывает, что из тыла противника возвратился наш агент Гальченко, предход Петр Иванович. Предход оставил добытые им за время работы в Абвергруппе 102 данные на 24 официальных сотрудников германской военной разведки и материалы на 101 германского разведчика, которых готовили к переброске на сторону частей Красной Армии. Подтверждение своих слов он выложил на стол конверт с фотографиями почти 100 агентов из числа курсантов этой разведшколы приобрел к группе 101. А фотографии для розыска – это ключевой момент с установочными данными. То есть это был такой просто шикарный царский подарок для контрразведки. За свою работу в тылу врага Петр Иванович Притко был награжден Орденом Красного Знамени. В 1944 году он вернулся в действующую армию на свою прежнюю должность – начальника склада ГСМ. Дошел до Берлина. В отставку ушел в 1960 году в звании майора. После войны Петр нашел в Ростове-на-Дону Веру Пивоварчук. Они не расставались до самой смерти. Редактор субтитров А.Семкин